Добрый день, уважаемые друзья. Это Джан Кой. Никакой истории, никаких дат, фраз, имен, фамилии не будет. Просто вышел проверить один режим на камере. И прошу вас в комментариях потом написать, нормальная ли картинка получилась. Это не 4К и даже не 60 кадров. Это старый добрый HD формат 30 кадров. Ну, так чисто хочу попробовать. Мне один человек посоветовал, хватит выкладывать тяжелые видеоролики. Они плохо смотрятся на старых девайсах. Ну вот, будем пробовать, как раньше снимали. Вот и сейчас попробуем. Сегодня 5 ноября, 23-й год. Время пол первого дня. Температура воздуха выше 20 градусов. В спину печет солнышко. Мы начали, так это символично, с улицы Крымская. Ну, Джан Кой, все-таки Крым. Как ни крути, пусть и северный, но Крым. Вот тут раньше располагался, там сзади, располагался спортивный магазин. Теперь тут все по-новой. Вот давно уже. Можно вот так вот снимать и, типа, угадайте время года. Тут уже все почти пооблетало. А эта березка все еще держится. Отреконструировали стадион в Джан Куе. И теперь вход сюда только по пропускам. Точнее сказать, по абонементам. Не знаю, как эта система работает. Давно уже не спортсмен. Но сделали все видно. Все, плиточка там, газон на главном поле. И на молодежном сделали. Если кто-то сейчас смотрит, ну, из Джан Койцев. Недавно постучился ко мне и смотрит. Вам это интересно? У меня на канале имеется целый плейлист. Называется Джан Кой. Я там весь город на велосипеде объехал, все поснимал. Интересно, переходите. Хочу отметить, что эта улица, дорога на Крымской, была всю жизнь убитая. Ямы постоянно. Вотали, вотали. А теперь любо-дорого посмотреть. Нет, ну не все так радужно в нашем Джан Койском королевстве. Есть и такое. Просто взяли, посыпали дорогу. И все. Крышу новую стерят. Не стал снимать вокзал по понятным причинам. Сейчас такое время, что лучше такие вещи не выкладывать в публичный доступ. Но так скажу пару слов. Там появилась столовая, наконец-то. Небольшая столовая. Там раньше было похоронное бюро, а теперь столовая. Выбор небольшой, но так перехусить. Котлета 80. Пюрешка 50. Борщ 90. Ну а столянка 150. Ну и какие-то там салатики. Улица Ленина. Типа центральная улица города. А, универмаг. Ну это же давно не универмаг. Такой себе торговый центр. Выходим на прогулочную улицу. Тут такой отрезок пути. Как бы прогулочная улица. Обычно тут у нас парады проходят. Роза Люксембург. И в эту сторону посмотрим. Впереди желтенькая аптека. Там всякая аптека. Мобилки продают. Моющая. А раньше был ресторан. А перед рестораном плакучая ива. Очень красивая. Очень большая. Да и ресторан был тоже очень популярный. Центральная площадь города имени Ленина. Ее недавно отреставрировали. Но, как видите, за ней не ухаживают. Хотя есть кому убирать. Но почему-то... Ну хотя бы цветочки. Боже мой, в Ялте смотришь, там дешевые какие-то лютики, цветочки. Уже красиво. А у нас руки не доходят, наверное. Мы так редко выходим в город пройтись. В Джанкуэ. Мы чаще гуляем где-то по Ялте, по Алушке, чем у себя в родном городе. Ну потому что пойти в нашем возрасте здесь некуда пойти. Кинотеатры мы не считаем, рестораны мы не ходим, кафешки по ночам не посещаем. Единственное, что вот пройтись по Джанкуэскому парку. Сюда хорошо приходить с детьми. Всякие надувашки, каталки, машинки в этом парке. Парк у нас небольшой. Метров 150 на 150. Вот вдали, там вон кафе уют. Вот и все, конец парка, считай. Совсем маленький парк получается. Здесь всего две аллеи. Это центральная и еще одна параллельная ей. Сейчас на нее зайдем. Каталки всякие. Там вдалеке детская надувная горка. Еще какая-то прыгалка. 200 рублей. 10 минут. А, это батут. 10 минут 200 рублей. И вот вторая аллейка. Такая широкая. Там впереди фонтан. Иногда его включают. По праздникам. Ну да. Он высох и пересох. Давно без воды. Людей нет. Ну, потому что время обед. Вечером приходят, будут гулять. Тут хочу заострить большое внимание. Небо какое голубое сегодня. Чистое такое. Ну, вот, собственно, весь парк. Посмотрим назад. Такой себе круговой обзор. Деревья уже какие-то лысые совсем. Ну, и ж понятно. Уже ж ноябрь месяц. В этом году зима. Похоже, ее не будет. Улица Крымская. Она тут заканчивается. Она была вся в ямах. Я так переживал. Так хотелось, чтобы отремонтировали когда-нибудь. Вот. Смотрите. Есть у меня старая фотка. Так, для сравнения, как она была, как она стала. Молодцы, кто это сделал. Сейчас мы еще на одну улицу пройдем. Там посмотрим, что там творится. А вот эта улица. Кутузова называется. И тут новенький асфальт. Я такого, кстати, своего дня рождения не видел. Как уложили в Советском Союзе. И все. Долго эту дорогу не начинали ремонтировать. Не знаю, какие причины, но очень долго. Но теперь, в конце концов, тут нет ям до самого прощального моста, я думаю. Там в конце прощальный мост, так называемый. Ну, типа, все, Джанкуя закончился. Но те, кто здесь живет, меня попросили, приди, покажи хоть пять секунд. Это ж такая радость. Не нужно вилять и лавировать между ямами. Теперь дорога ровная. И эта дорога уходит в сторону Калиновки, Красноперекопска, Армянска. В общем, на запад. Видео из Джанкуя было бы неполным, если бы мы не показали вам Северо-Крымский канал. Еще сдалека приметил, думаю, ты, гля, неужели? Да, так и есть. Подсолнух настоящий, не пластмассовый. Ну, еще пока не зрелые съемочки. Факт. 5 ноября, вот тебе, на тебе, подсолнух. О, как в этом году перекрутила погода, природа и климат. И посмотрим еще немножко. Теперь уже в эту сторону, на Северо-Крымский канал. У нас с ним, с женой, с этим каналом, свои такие детские воспоминания, потому что, будучи еще в школе учились, когда мы сюда сбегали купаться. Вопреки запретам родителей, тут же течение сильное, глубоко, опасно. Переживали, не пускали. Буквально там ремня могли дать, а мы все на сбегали. Эдакий героизм был, понимаете? Ну, такой детский героизм. Вернулись мы обратно в город. Вот, это набережная, речка Степная. А вы смотрите и подсказывайте, как вам изображение. Вот если быстро-быстро провести, будет смаз, не будет смаза. Как мне дальше снимать 4К, или вот вернуться обратно на старый, на старый Full HD. Некоторые могут спросить, а почему мы показываем Джанкой. Где обещанная Керчь, недоснятые в моменты Феодосии. Мы здесь живем. Мы вернулись домой на отдых между киноэкспедициями. Поэтому показываем свой родной город. Если кто не знал, Джанкой – это небольшой город на севере Крыма. Почти 40 тысяч населения. Что еще сказать? А, про обстановку надо все-таки. Хоть два слова. Ну что, как в том Багдаде. А в Багдаде все спокойно. На сегодняшний день Джанкует все нормально. Все спокойно. Поэтому я буду заканчивать. А вы пишите письма мелким почерком, спустя комментарий. Как вам изображение хорошее или нехорошее. А у нас на этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok